Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро! Доброе утро Нового года! 2 января, четверг, 10 утра, в эфире радио «Болтком», программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева. Всем добрый день! Всем, кто слушает нас сейчас в прямом эфире и всем, кто будет потом слушать нас... Сейчас я поправлю наушники, чтобы мне было все слышно. Те потом будут слушать нас на подкастах, на саундклод, на сайте радио «Болтком» и группы «Микс.ФМ». И те, кто потом будут смотреть нас на Ютьюбе, на которые я тоже вам рекомендую подписаться, потому что там очень много программ, полгода, 2019-го, когда я рассказывала о том, что происходит в театре, когда у нас были очень хорошие, интересные гости. И вот, на Новый год в Рику приехала прекрасная гостья из Москвы. Юлия Гербат. Здравствуй, Юлия. Привет, Женя. Привет всем. Юлия много лет работала в Театре наций. И сейчас больше года уже как работает в новом таком месте, который называется Центр Вознесенского. Это новая институция. Нельзя сказать, что это музей, это некое такое культурное пространство, которое посвящено, ну, наверное, тоже ни одному имени, не только Андрею Вознесенскому. Нет, нет, это такая удивительная совершенно организация, открытая площадка, открытая для каких-то интересных предложений, которые так или иначе связаны как с культурой и эстетикой 60-х годов, очень буквально, да, часто связаны напрямую с эстетикой 60-х годов, но также и с современной культурой, потому что очень много событий, связанных с литературой современной у нас происходит. С поэзией, да? Да, с поэзией. С современной тоже. Ну, чуть больше, да, и будет в следующем году. И это место, где самые разные инициативы осуществляются, и в том числе у нас уже прошли вот почти за год три очень любопытных выставки в жанре тотальной инсталляции. То есть это, вот как мы недавно говорили с цирком рижским, так вот я всё время говорю о том, что современное искусство, оно тоже существует, в общем, не так, как раньше. Пришёл, посмотрел картину, пошёл к другой картине. Это целая история, это стори-тейлинг, который рассказан просто другими средствами. Да, ну вот мы делаем как раз выставки в жанре музейного стори-тейлинга, когда мы придумываем, сочиняем истории. Там есть своя драматургия внутри, да? Там есть сюжет обязательно, и это обязательно очень сложное и любопытное, неожиданное пространство. Это на стыке между сайт-специфик, между иммерсивным театром, где часто нет актёров, но ты как бы как посетитель движешься по какому-то пространству, и ты вовлечён в сюжет, который сочинили художники. Вот у нас была выставка, которую сделал Алексей Трегубов, очень известный российский художник. И театральный художник. Который, да, который занимается сценографией, вот он сочинил нам сюжет вместе с куратором-киноведом, посвящённый кинофильму. Это была пятикомнатная как бы квартира, где зритель прям путешествовал по фильму Хуциева, нам 20 лет, и по времени. Там был и зал хипстера, комнаты хипстера, который являлся фанатом фильма, и потом мы оказывались даже в зале политехнического музея знаменитым. И потом мы в финале оказывались в зале Родина, где шёл снег, на Колыму ехали поезда, и в то же время это было фрагментом декорации фильма. И мы продолжаем, сейчас у нас выставка очень любопытная. Сейчас расскажешь. Я просто хочу пригласить новогодний сюжет. Я хочу сказать, что сегодня такое немножко расслабленное состояние, первый рабочий день для многих, и в том числе на радио, после новогодних праздников. И мне было бы интересно, если у кого-то есть возможность позвонить и рассказать о том, что видели хорошего, интересного в Риге, например. А может быть и не из Риги будут звонить люди. Мы будем очень рады. Телефоны прямого эфира 672-12-939, 672-13-939-12-13. И, пожалуйста, звоните. Я тут подключила сегодня себе телефон, что бывает редко в нашем эфире, потому что мы обычно очень много времени тратим на гостей. Сегодня мы постараемся между нашим разговором с Юлией, она расскажет о том, что было хорошего в Центре Вознесенского, или то, что ты видела что-то в театре московском. А я расскажу Юле также то, что видела я в театре за этот год. И не только здесь, в Риге, но и вот где мне там удавалось что-то тоже увидеть. Или услышать, или прочитать. Или, например, задам вопрос какой-то, связанный с московским театром. Может быть, я чем-то интересуюсь, то, что я пропустила, а ты сможешь мне подсказать. Итак, еще раз телефоны 672-12-939, 672-13-939. Звоните, пожалуйста, мы сегодня можем даже немножко задержаться в эфире. Итак, с чего начался твой театральный год прошлый? Вот это ты сейчас в Риге, отдыхаешь, а вот прошлый, 19-й год, с чего начался у тебя театр? Он у меня начался с... ну, я работала в Театре нации, это прекрасный театр проектный, тоже тенденции времени отражает более чем явно. Наверняка здесь, в Риге, многие видели спектакли и рассказы Шукшина и другие какие-то... Как раз в декабре 18-го года были гастроли здесь. Да, 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 да. И у нас на малой сцене вышел спектакль «Любовницы» по роману Эльфреда Ильиник. Замечательный, несколько номинаций на «Золотую маску» он получил, режиссер Светлана Землякова. Получилась очень интересная история, потому что режиссер сумела со сложным текстом этого Нобелевского лауреата, очень сложным, поработать так, что это энергично, это очень выразительно, визуально. И второй у меня был такой сюжет, тоже театральный, в начале ушедшего года, это был выпуск феноменальной спектакли «Стиляги». И я думаю, может быть, вы тоже его увидите, потому что там тоже много номинаций на «Золотую маску», а в Ригу часто приезжают спектакли номинированные, лауреаты. И это огромный совершенно мюзикл на отечественном материале, что большая-большая редкость, потрясающий, прекрасный, очень энергичный, талантливый молодой режиссер Алексей Франдейти, который... Который много уже спеет, но, по-моему, я вот не знаю, привозили ли из театра Пушкина сюда это «Рождество», который первый спектакль, по-моему, который тогда Алексей сделал, после чего он пошел вот так вот много очень работать. По-моему, по-моему, по «Генри», да, и это была очень заметная постановка, она, ну, в малом формате, казалось бы. Да, в малом формате, мюзикл, по «Генри». И, в общем, Алексей-то был артистом всегда, да, но волей судьбы вот случилась травма в его жизни, и он почему-то стал заниматься музыкальным театром. И тогда все заметили этот спектакль. Но это редкость. Это редкость. И в этом сезоне он же выпустил пять спектаклей, да, в Москве. Но не в сезоне, а вот в году пять спектаклей. Но работа над «Стилягами» была огромной, мы готовились полтора года. Там были на кастинге, открытый был кастинг, было более двух с половиной тысяч заявок актерских. То есть театр «Нация» работает так, что на каждый спектакль открывается кастинг, и могут приходить актеры из разных театров. Нет, не совсем так. Конечно, на спектакль, который сейчас вот уже в работе, который ставит Алвиз Херманис, посвященный Михаилу Горбачеву и… Ну, это специальная история, которая была придумана для определенных артистов. Да, это вот такой вариант. Или, например, спектакль, который ставит Робер Лепаш по роману «Мастер и Маргарита». Это тоже такая история очень… Она тоже была прицельная, да? Да, тоже, да. Бывают открытые, совершенно открытые кастинги. Например, Уилсон, когда готовился к постановке… Роберт Уилсон. Роберт Уилсон. Режиссер, спектакль которого был здесь в Риге «Письмо к человеку» с Барышниковым несколько лет, в 16-м году, летом. Да, но это один из самых знаменитых… Его спектаклей, да. Спектаклей и режиссеров мира. Это спектакль, режиссер-звезда, режиссер-классик. И он ставил в Театр-нацию спектакль. Да, он ставил спектакль в Театр-нацию. Который сейчас идет, можно смотреть. Материнальный, который он нигде не ставил. Например, у него «Бутерфляй» идет нескольких. «Мадам Бутерфляй» у первой обстановки. Можно съездить в Вильнюс, кстати, на «Мадам Бутерфляй». Она в Вильнюсе порядочке показалась. Да, да, да. Надо ехать везде, где есть рядом с вами спектакль «Уилсон». Надо ехать на «Уилсон». Да, и вот на сказке у нас очень многие актеры стояли в очереди для того, чтобы войти в аудиторию и спеть для Роберта Уилса. Потому что музыкальный спектакль и некоторые известные артисты не прошли этот кастинг. Именно потому, что не получилось зацепить его своими. Да, у него есть свои какие-то внутренние требования. Например, актриса Дарья Мороз, которая прошла кастинг, она в ходе репетиции получала одну роль за другой. Ему так нравилось, как она работает. Она занималась у Судзуки, она владеет техниками концентрации, которые очень ценит Уилсон. И сначала она играла роль ткачихи только, а потом ей дали роль медведихи. Это очень такая заметная роль, серьезная. Но это центр спектакля в сказке Медведиха. И потом роль царя Дадона. То есть кастинг – это нормальная вещь. Да, и потом процесс. Ну вот смотри, у меня прошлый год начался с того, что я посмотрела здесь, в Национальном театре, «Верь ведь и рок». Это спектакль, который Элмар Синьков поставил осенью 1918 года, такой юбилейный год был, столетие независимости. И во всех Балтийских республиках проходили разные события. Надо сказать, что до этого я посмотрела еще оперу Крашуновуса в Вильнюсе, которая была специально написана и сделана к столетию тоже независимости Литвы. А Национальный театр сделал несколько проектов в годовщину такую большую, серьезную. И один из них – вот этот спектакль, который для меня, например, был бы совершенным открытием, как можно сделать датский спектакль, ну, как мы называем датский спектакль, к дате. Очень специальная история, который вдруг стал, в общем, ну, и вдруг, потому что, конечно, и Элмар Синьков, и Моника Пормаля, которая с ним работает, работала на этом спектакле как сценограф, они сделали совершенно какое-то потрясающее событие в искусстве, на мой взгляд, театральном. И оно было заслуженно оценено, потому что вот они получили очень много наград этой осенью за спектакль Национальный театр. И этот новый взгляд очень современный и очень такой объединяющий, на мой взгляд, когда художница замкнула зрительный зал и то, что происходит на сцене, в такое единое пространство человеческое, очень-очень классно придумала, сделала. Вот для меня год начался зимой в январе вот с этого спектакля. И я хочу сказать про Элмар Синьков, я посмотрела его еще два спектакля, один, который называется «Отцам», про отцов, который он сделал на маленькой такой экспериментальной сцене тоже в Национальном театре, и мне он очень понравился. Там уже он работал с Ренесом Сухановым, сценографом. И это была такая попытка разобраться в некоем пространстве мужском. Это про гаражи, знаешь, когда собираются мужчины в гаражах, у них там вся жизнь проходит. У них это субкультура. Субкультура абсолютно, да, гаражная культура. И с такой любовью и нежностью сделаны спектакли на документальном материале. Каждый из них рассказывал про каких-то своих знакомых из актеров, они из этого собрали этот спектакль. И я очень сейчас хочу поехать в Клайпеду, потому что Элмар в прошлом году поставил в Клайпеде на малой сцене Брехта по «Мамаши Кураж». Он сделал такой спектакль, который называется по-литовски «Мама смелость». И этот спектакль получил там тоже премию национальную в прошлом году, ну за прошлый сезон. И поэтому для меня прошлый год это было такое открытие Элмарса нового, потому что я еще посмотрела его работу со студентами по «Вампилову паутиной охоте», который тоже очень современно сейчас звучит и смотрится. Вот, поэтому вот Элмар Синьков, несколько премьер, я обращаюсь сейчас уже к нашим слушателям. Не пропустите, следите в национальном, он сейчас работает с молодыми ребятами, и он выпустил спектакль в Лейпай, на который я вам очень рекомендую поехать, это «Шекспирс». И его спектакли, которые до сих пор идут в национальном, естественно, в «Ветерок», и те, которые он делал до этого, там «Чайка», «Антигона», они летом ездили на гастроли в Китай, где очень хорошо показали его спектакли, и он там как-то зашел, как молодой режиссер. И я хотела тебя спросить, это конец 2018 года, да, конец 2018 года, ты не посмотрела в гугл-центр «Мизантроп»? Нет, к сожалению. Дело в том, что когда я работала в Театре нации… То, конечно, ты не ходила в Театр Другея. Я ходила только в один театр. Ну, и поэтому очень многие премьеры пропущены, и такие важные и заметные. А что ты слышала про «Мизантропа»? Ну, про «Мизантропа» я знаю, что это удачный спектакль, но я, конечно, больше слышала про спектакль, который номинирован сейчас на «Золотую маску», про барокко, это как бы важная такая… Нет, почему я спрашиваю про «Мизантропа», потому что его Элмрас подставил, Синьков. А, ну вот, к сожалению, вот не получилось, но теперь я точно боюсь. Иди, сходи, потому что мне тоже очень интересно, это же интерпретация Дмитрия Быкова, это же новая, заново, как бы написанная пьеса Майера Дмитрия Быкова. Это всегда, Дмитрий Быков переписывает пьесы великолепно, вот как раз, извините, опять театр нации, там шел спектакль «Укращение строптивой», в котором были большие куски, монологи, как раз переписанные Быковым, очень было любопытно. А Быков бывает у вас в центре бизнес-сестра? Да, он был у нас недавно, у нас была презентация книги, которую подготовил Сергей Николаевич вместе с выставкой, она приурочена к выставке, называлась «Поэт и леди». И это, ну, такое название, которое не очень понятно, поясню, подзаголовок к выставке и книге звучит так, к истории отношений Андрея Вознесенского и Жаклин Кеннеди. Вот, ну, звучание такое совершенно сенсационное, и можно задаться вопросом, о чем это, но оказалось, что Андрея Вознесенского связывает с Америкой, долгая культурная вот такая дружба, с большим количеством поэтов он общался, был знаком, они к нему очень серьезно относились. И в том числе и с Жаклин Кеннеди Анасис, которая в какой-то момент, когда она уже была, как сказать, ну… Ну, не первой леди, да. Не первой леди, первой леди она была недолгие три года, и она уже была вдовой Анасиса, она вернулась к тому, чему она училась, к чему она готовилась, она стала редактором, и она выпустила очень много книг, и она дружила с Андреем Андреевичем, и он дарил ей какие-то… Я сейчас закончу с вами. Нет, я просто хочу вернуться к театру. Это любопытно, и приходил Дмитрий Быков, и он участвовал в презентации книги и на нон-фикшн, и как раз в центре, и он написал статью о дружбе и об американских связях Андрея Андреевича. И это было включено в выставку, я хочу вот сейчас сказать просто про эту книгу, которая у меня стоит в списке вышес, вот таких вот на следующий год, то, что нужно купить и привезти, это книга Сергея Николаевича. Это книга Сергея Николаевича, она называется также как выставка поэты-леди, и вот выставка как раз тоже сочиненная как бы из стихов, архивных фотографий, воспоминаний, но она тоже сочинена как раз в жанре музейного сторителлинга, и там кроме такого вот первого зала, такого более традиционного, где линии жизни, где много архивных фотографий, где звучат стихи Андрея Андреевича в его исполнении записи с библиотеки Конгресса 78-го года. Есть издание книг американских, предисловие, которым писали великие американские поэты, канадские, там Уоден и так далее. Это все переходит плавно в другую комнату, где воспроизводится так фрагментарно реплика гостиной Жаклин, где хранилась как раз видеома бабочка Набокова, которую подарил ей Вознесенский. И ты оказываешься как будто бы на Пятой авеню, 10-40. То есть на улице, где вы находитесь, в Москве? Мы находимся на Большой Ордынке, 46. Вы идете на Большой Ордынке в Москве, если 46. И оказываетесь в Нью-Йорке. Да, это очень необычные такие вот переживания, и потому что, ну действительно, там за окном реальность московская, но внутри ощущение, что ты находишься вот в ее салоне. Мы посоздали эту атмосферу, какие-то есть произведения искусства, которые она любила и ценила. Ну и следующий зал, ты оказываешься уже в ночном клубе Нью-Йорке 70-х. Долго еще продлиться выставка? Вы знаете, к счастью, она будет идти до марта, и если вы, например, приедете в Москву и пойдете, ну, в Третьяковскую галерею, да, в Лаврушинском перилке, делайте еще 300 метров правильнее. Я вам могу сказать, даже если вы не пойдете в Третьяковскую галерею, даже если у вас просто никаких планов в этом районе нет, специально поезжайте на Большую Ордынку, потому что я была весной этого года на вашей выставке тоже на одной, и, конечно, это того стоит. И вот это вот ощущение нового пространства, в которое вкладывается очень много энергии, и я вообще вот слежу за тем, что у вас происходит, конечно, это очень необычное место. Ну, это вот благодаря Антону Каретникову, арт-директору этого проекта, ну, и, конечно, инвесторам и наследникам, и вдове Андрея Андреевича Зои Богуславской и ее сыну Леониду Богуславскому, которые приняли такое волевое решение. И в наши сложные времена делают новое культурное пространство. Да, это большой риск. Вернемся к театру. Да, но к театру мы вернемся. Знаете, почему? Я просто в Новом году буду курировать театральные программы, и мы надеемся, что у нас... В Центре Вознесенского. В Центре Вознесенского. Мы надеемся, что у нас вот эта вот история театральная продолжится, потому что у нас был выпущен спектакль, который назывался «Вера» по первым буквам фамилии четырех поэтов Вознесенский, Евтушенко, Рождественский, Ахмадулина, поставленный с мастерской Брусникина. Пьеса написана в жанре поэтический вербатим, выдающимися, выдающимися, да, прекрасными поэтами и драматургами. Это открытие года для меня. Екатерина Трояпольская. Екатерина Трояпольская, Андрей Родионов. Прекрасный совершенно. Открытие года. А я с ними работала, когда они делали еще поэтические батлы в Красноярске, на Красноярской ярмарке книжной культуры. Ну, Андрей, он главный у нас организатор вот этих вот поэтических батлов, и ему дается невероятное. У него и поэты участвуют, и слэм, это называется слэм, поэтический слэм, да. И даже актеры, вот сейчас у него актеры участвовали. И вот они написали в жанре поэтический вербатим, они переписали в стихах. Вот две знаменитые сцены, исторические, вот разгром Вознесенского-Хрущевым буквально в зале Кремля. Это одна из самых драматичных, трагичных вообще в истории отечественной культуры сцен. Когда молодой, худой, трогательный поэт приготовился выступать, очень искренне рассказывать о своей любви к Маяковскому, к родине и так далее. И ему в спину кричал, махал кулаком главный человек страны, к которому был ядерный чемодан, чемоданчик с ядерной кнопкой. И это продолжалось минут 10 или 15, и этот крик подхватили другие члены политбюро. И началась травля в некоторой степени. Это была реальная травля. И вот Андрей Родионов и Кать Строепольская, они зарифмовали эту речь. И оказалось, что Хрущев вот как раз... Читал рэп практически. Читал практически рэп. Они не совершили какого-то насилия над этим текстом и не переписали его абсолютно. Но это я к тому, что спектакль идёт. И будут... Вера. Вера, да, Вера. Мастерская Брусникина и Центра Вознесенского, режиссёр Сергей Карабань. И это вот тоже была одна из идей Антона Каретникова, арт-директора Центра. Но мы продолжим. Мы надеемся, пока мы так... Но Мастерская Брусникина, она же такая вездесущая на самом деле. Они работают повсюду. Если вы приходите, у них очень много ко-продукции. Они и в Центре Мерхольда работают. Они и в здании СТД в Боярских палатах делают спектакли. Сейчас же вот одна из самых ярких премьер. Вот, к сожалению, тоже я не смогла увидеть пока. Одна из самых ярких премьер – это ко-продукция театра на Малой Броне и мастерской Брусникина. Норма. Максима Диденко. В огромном зале на почти 700 человек, по-моему, зал этот. Да, очень большой зал дворца на Яузе. Это такой вот классический дом культуры, дворец культуры. Ну, причем один из лучших образцов таких вот советских. Там когда-то был театр Массовет, между прочим. Там находился когда-то театр Массовет. Ну, потому что, да, это как бы стандартное такое, вроде, с одной стороны, пространство Дома культуры, а с другой стороны. Но я хочу сказать, что о своих театральных впечатлениях вставлю свои три копейки. Сейчас я только телефон еще раз напомню, потому что вдруг все-таки кто-то попробует нам позвонить. 672-12-939, 672-13-939. Да? У меня… У меня твое самое такое сильное впечатление. Может быть, их было три, потому что очень важный спектакль. Я надеюсь, вы тоже его здесь увидите. На гастролях это спектакль Сережи Дмитрия Крымова. А он был? А он был. Вот сейчас, в октябре месяце привозили его, да. В рамках «Золотая Москва», фестиваля «Золотая Москва» в Латвии его привезли, показали. Это было одно из самых сильных впечатлений, конечно. Хотя понятно, что этот спектакль вписан художеством, потому что Дмитрий Крымов в первую очередь все-таки художник, и он работает все равно как художник со своим вот этим бизионерством на сцене. И, конечно, он вписан в пространство Московского художественного театра. И я думаю, что этот спектакль совершенно иначе смотрится на основной сцене. Здесь его показывали в театре «Далес», где нет вот этого как бы тоже замкнутого пространства, которое продолжает зрительный зал на сцене. Но, в принципе, люди, которые им представляют себе, могут это сами домыслить. Ну да-да-да, там идет диалог даже и взаимодействие, например, там со знаменитыми плафонами. Да-да, там очень много отсылок. И к тому старому спектаклю, который там постоянно звучит. Звуки голосов Тараса, Викторова. И там есть цитаты в спектакле. А еще? И еще очень важное для меня сейчас событие. Я посмотрела спектакль «Московский хор», где художник Моника поставил Никиту Кобелев в театре Маяковского. И сейчас просто так получилось, что Людмила Стефановна Петрушевская, она будет у нас делать цикл… Людмила Стефановна Петрушевская, автор пьесы «Московский хор». Автор пьесы «Московский хор» – одна из самых необычных драматургов и писателей конца XX века в России, не поставленных по-настоящему. И не открытых, может быть, и не раскрытых. Она, может быть, где-то как-то звучала, и мы помним там спектакль «Ленкоме», «Три девушки в голубом», или спектакль «Квартира Коломбина» с Хиджаковой в постановке Виктюка. А уроки музыки? Уроки музыки, да, но… В Маяковке шли. В Маяковке шли, но все равно есть ощущение, что ее тексты не поставлены. Ну хорошо, Чинзана. Чинзана, ок, Чинзана, да. Самый знаменитый спектакль конца 80-х. Кстати, да, его играли в студии «Человек». Кстати, я сейчас хожу в студию «Человек», там «Новая жизнь». Это очень маленький театр, официальный, не государственный, а московский. Московский, но государственный, конечно. Да, это удивительный театр, драматический театр, в котором 56 или 62 места всего лишь, но там сейчас «Новая жизнь». Молодой актер и режиссер Владимир Скворцов. Который работает в театре «Центера» уже много лет. Да, он связывает в театре. Театр, да, очень талантливый человек. Он сейчас поставил спектакль… Ученик Аллы Борисовны Покровской тоже. Вот. Очень эффектно и точно, и сильно работает с текстом. Он поставил «Гамлет» Сумарокова по одной из самых древних пьес. Перевод самый древний, один из самых старых переводов. Это не буквально перевод, как оказалось. Это совершенно оригинальное произведение, потому что, например, большую часть спектакля, главной героиней является Гертруда. Но парадокс в том, что Владимир Скворцов заставил звучать вот этот вот совершенно… 19 века текст. 19 века текст. Как современный, у тебя нет никакого барьера между вот этими сложными, необычными какими-то случаями. Вернемся к Никите Кобелеву. Потому что 5 декабря случилась премьера в Национальном театре, спектакль «Ревизор» в постановке Никиты Кобелева. И это такая была, конечно, очень сложная история, потому что, когда они приняли решение в Национальном театре взяться за этот спектакль, конечно, в Риге, где мы все помним, и даже в Москве мы показывали тогда в рамках фестиваля на этот спектакль «Алвиса Херманиса». И, конечно, большинство зрителей, они все равно приходят с того поколения, кто видел спектакль, они приходят с такими оценочными уже изначальным настроем. Но мне кажется, что у Никиты там есть очень интересные вещи, которые мне понравились. Я никогда не видела раньше, чтобы финал был сделан таким образом. Обычно городничьего оставляют одного, так, знаешь, все от него отвернулись, он же такой, как бы, да, зазнался, и все его, он всех предал, и все предают в ответ его. А здесь, в этом спектакле, получилась очень интересная история. Они все равно скучковались все вместе. То есть для меня это такое, начальство приезжает, уезжает, ревизоры приезжают, уезжают, а мы здесь живем. И нам тут в своем маленьком вот этом пространстве ругаться, обижаться, выяснять отношения друг с другом – нет. Во внешнюю среду – да, а друг с другом – нет. И это вдруг стало совершенно по-другому, взаимоотношения между ними выстроило. Ну, конечно, национальный театр – это очень хорошая актерская труппа. Там не все может быть там одинаково, но они могут все. А вот очень важно, да, чтобы с хорошим режиссером работали хорошие артисты. Сейчас звучит немножко банально, но только тогда получается какой-то результат. Есть резонанс. Вот, кстати, одно из довольно сильных театральных впечатлений – это как раз спектакль театра из Клайпеды «Сукины дети». А, вот то, что в Москве показывали. Да, я его видела в мае прошлого года, когда это тоже мое театральное впечатление в Балтии. Я поехала на несколько дней как раз в Клайпеду по приглашению. Они сделают в мае, в мае и в июне они делают фестиваль. Сначала у них такой литовский кейс, на который приезжают продюсеры и специалисты из разных стран, и отборщики разных фестивалей со всего мира. А потом в течение нескольких недель июня, в перебивку, у них небольшой международный фестиваль, который они начали делать. И вот этот литовский кейс – это прямо было четыре дня очень интересной программы. И планирую опять поехать, если все будет хорошо. Если у меня все это разойдется с моими личными планами, то планирую поехать. Я желаю и завидую, и мечтаю сама тоже посмотреть еще какие-то спектакли, потому что… Вот в Клайпену на Синькова. Да, в этом театре. И Мары Кимели ставят в этом театре. У нее вот сейчас была премьера «Антигоны» этой осенью у Мары Кимели в театре в Клайпеде. А это имя я даже не знаю. Мары Кимели? Да. Нет, ты знаешь, она многие годы работала в Новом Режском театре. А может. Режиссер, она учитель всех латышских режиссеров, Мары Кимели. И, конечно, за ней надо следить. И у нее было несколько очень известных спектаклей в Новом Режском. Просто мы их не привозили на нет, потому что мы привозили там другое поколение режиссеров, например. Но это для латышского зрителя очень важные были, когда как-то все спектакли… Я очень много ее спектаклей смотрела здесь в период даже, когда просто приезжала сюда и временами, когда еще здесь не жила. Мне это интересно. И вот сейчас будет премьера в январе у нее в Валмирском театре. Я поеду смотреть. У меня впечатление прошлого года. Я себе сделала подарок на день рождения. Мы еще можем поговорить. У нас сегодня длинная программа, но нам никто не звонит. А если я сделала подарок на день рождения в прошлом году, я поехала в Берлин и посмотрела Таристану Изольду в опере. В постановке Дмитрия Чернякова, дирижера Боринбой. Восторг. Да, это, конечно, всегда восторг. То, что делает Дмитрий в опере, это, конечно, всегда очень интересно. Потом ходишь и не можешь забыть, и думаешь, прокручиваешь эти все истории, потому что у него там так много каких-то обманок, каких-то намеков, которые вдруг переворачивают историю совершенно другим образом. И все эти характеры становятся, боже мой, неужели это так? И весной была премьера в Новом Иридском театре, о которой я должна обязательно сказать. Это комиссия проследования истории, заседание комиссии проследования истории. Это такой документальный спектакль. Конечно, документально сделан в той технике, в которой работает Алла Ис Херманец, и которую мы знаем, когда актеры наблюдают, разговаривают, делают интервью с реальными людьми. И это такой спектакль, который стал художественным ответом, некой реакцией на открытие мешков КГБ в декабре предыдущего года, когда открыли имена агентов и опубликовали карточки тех, кто был осведомителями КГБ. Это такой очень интересный спектакль, потому что актеры, которых ты прекрасно знаешь, которые работали и в долгой жизни, и в «Ревизоре», и вот это вот его большая команда людей, они делали исследования, встречались и с жертвами, и с доносителями. И большая работа была у Велеса Даудзинша, и Каспараза Даудзинша. Они разговаривали с реальными людьми, которые работали в КГБ, с сотрудниками КГБ. Это какой-то очень важный момент в истории. Рефлексия. Это рефлексия на тему, конечно, исторических событий. Это то, что должно произойти, то, что очень редко же происходит. И реакция театра на события в обществе. Но я хочу еще сейчас назвать один спектакль, который на меня произвел сильное впечатление. Это спектакль «Котел», который идет на большой сцене Национального театра. Премьера была осенью этого года. Дежиссер Инна Араслуцка. И это сценическая интерпретация большого романа, который вышел буквально в 2018 году. И это тоже такой художественный взгляд. Он очень интересный, что он визуальный. Это как будто почтение романа. Там такая белая декорация, которая постоянно прокручивается, прокручивается. Там очень много связано с кино, потому что автор романа, сам кинорежиссер, документалист, фотограф. У него там большое наследие осталось. И даже там есть замыкание, потому что в какой-то момент спектакль показывают кадры из его фильма. Ты понимаешь, что вот они люди те же самые, те, что сейчас на сцене, тех, что он снимал в 60-е. Это история с 40-х, когда немецкая оккупация на послевоенную, как бы, приход уже советской власти. И вот лесные братья, люди, как в начале спектакля, знаешь, на сцене очень много людей. Первая вечеринка в деревне, в рыбацком поселке. Очень много людей. Там кто-то танцует, кто-то флиртует. Флиртует, молодые люди, родители, все семьями большими. И в конце от деревни остается треть. Потому что война уносит, взаимные какие-то предательства, ненависть, зависть, любовь. То есть это и папе-папея такая, да? Да, но она очень сделана так сдержанными средствами, такими очень внешне вроде бы скупыми, но они так точно, как бы сказать, иллюстрируют этот... То есть это даже не скрываемая техника иллюстрации. А в некоторой степени, но это красиво. Кстати, мне кажется, что это одна из тенденций, когда без какого-то насыщения аттракционами, какими-то суперсложными сценическими превращениями и действиями дается очень сильный эмоциональный результат. Я, кстати, это тоже связано с кино. Я посмотрела, опять же, в студии «Человек» легендарный. Спектакль по сценарию Шпаликова, Геннадия Шпаликова, «Непоставленный». Называется «Причал». Там всего четыре человека на сцене. Сцена, как вы понимаете, вот в половину, ну вот в эту комнату, да? И актеры почти не двигаются. Они не бегают, не прыгают, не догоняют друг друга. Хотя сюжет там весь в приключении, ну как бы в том, чтобы героиня нашла героя и так далее. Но за счет какой-то невероятной концентрации сил, эмоций и проникновения в текст молодому режиссеру, юному Даниилу Чащину удалось создать произведение, когда ты ни на одну минуту, ни на одну секунду не отвлекаешься. Ты понимаешь, что там есть как бы параллельная история, еще драматическая история этого сценария, история режиссера, который там тоже не очень как бы, ну трагично жизнь закончила, и это связывает там иногда с неудачей этого фильма, который съемочный день был всего один. Но сценарий, история такой силы, и вот желание артистов сконцентрироваться на этом времени, на этом сюжете, и умение режиссера так с ним поработать, таково, что ты получаешь сильнейшие впечатления эмоциональные. Вот до слез. Вот я хочу еще сказать о том, как театр рефлексирует на тему исторических каких-то событий. В Литве я посмотрела сейчас два спектакля в прошлом году. Один в Каунасе, это Гинтерс Варнас, известнейший литовский режиссер. Он поставил спектакль Еши Соболя на гетто. Но он добавил в эту пьезу, он ее всю насытил еще дополнительными документальными материалами, взятыми из архива 40-х годов. О том, что было с молодыми легионерами литовскими, которых вот брали в эти вот отряды расстрельные, как это все, как это все, и какая была история реальных людей, погибших, расстрелянных в период войны. Ну, как бы, Геннадий, Холокост. И этот спектакль идет в Каунасе, он идет редко, потому что там больше 50 человек на сцене. Это такое, знаешь, ощущение тотального, ну, то есть он говорит о страшных вещах разными. Там есть музыка, куклы, песни, кабаре какое-то присутствие, потому что в этом гетто действительно был, в Вильнюсском гетто был театр. Про это, собственно, и пьеса, да, про то, как там вот эта вот вся жизнь. И очень сильные антагонисты, герои в пьесе, да, там есть аребы, есть, как бы сказать, надзиратели своих евреев, которые в гетто был, который перешел на сторону, ну, как бы перешел на сторону оккупантов для того, чтобы сохранить евреев. И там есть страшные вещи, когда он торгуется с начальником вот этого гетто, немцем молодым, там был парень, которому был 20 лет, он был начальником Вильнюсского гетто, играет его молодой артист. То есть, когда ты понимаешь, что этим людям действительно было, ну, там мальчик, он мальчик, офицер Вермахта, пришел в СС, да, пришел в Вильнюс, его назначили начальником Вильнюсского гетто, ему было 23 года, 23 года он убивал людей. Как эта власть калечит людей, и это потрясающий спектакль, то есть, они играют его всегда с английскими титрами, там потрясающие артисты, и это очень сильное впечатление. Ну, это такая, как бы, такая линия, которую, как я понимаю, не видит спектакль, да, которую начал, может быть, мертвый класс, да? Когда-то в Польше, а потом сейчас, вот, а сейчас мы от этого, от мертвого класса, мы перейдем к пьесе «Наш класс», «Слободзянка», который… Мы не готовились заново посты, да, заново посты, не готовились. Вот на эту тему, да, связать это, что случилось, да. Нет, но там непросто, почему я хочу об этом сказать, потому что я начала говорить про гетто, а вот сейчас была премьера в конце ноября, в начале декабря премьеров, опять-таки, в Клайпиде, в этом большом, на большой сцене. Оскар Скрашуновас несколько лет назад поставил спектакль в Осло, но в Осло, там, другая система показов, они сыграли какое-то определенное количество раз, спектакль перестал идти, и он этот спектакль, как бы эти права взяли они у театра в Осло, и он реконструировал его сейчас литовскими артистами. Наш класс «Слободзянка», который тоже об этом, да, история от конца 20-х до конца 20-го века, вся жизнь в маленьком польском городке, 10 детей, которые учились в одном классе, и это, конечно, отсыл тоже к мертвому классу, и у него работают куклы, когда ты смотришь картинку, ты просто понимаешь, что это еще такой поклон Гротовскому и... Гротовскому уже, да? Мертвый класс. Гротовскому? Да, да, да. И это, конечно, тоже очень сильное впечатление, и разговор Крошуноваса по Холокосте, и как он это сделал там, и там не только Холокост, там, конечно, и когда в 1939 году восточная часть Польши ушла под Советский Союз, что сначала было, да, кто мстил кому, за какие детские обиды, и потом, когда пришли другие, как это все поменялось местами, и как это тоже уничтожает, то есть одно накладывается на другом, и взаимная месть выбивает, собственно говоря, от класса остается никого. Это такая страшная история. Вот премьера была сейчас в Клайпиде, и вот такой насыщенный год на самом деле, и еще приходится следить за тем, что происходит в Москве. Ну, мне кажется, много приезжает сюда московских спектаклей. Ну, да, вот приезжал театр на Таганке с Чайкой, это больше не в рамках золотой маски. Привозят, в общем, не только антрепризы, можно поймать и хорошие спектакли. Что касается антреприз, я замечу, что, например, один из самых заметных спектаклей прошлого года поставлен благодаря Леониду Руберману. Антрепризный, прошедший долгие годы антрепризной деятельности. Да, да, человек, который вот сейчас совершает удивительные поступки и работает с самыми интересными режиссерами современности. И это спектакль «Борис», который поставил Дмитрий Крымов. В пространстве музея Москвы. Да, да, да. Это, как бы, помещения, естественно, не приспособленные были. И Леонид Семёнович прям оборудовал их. И, надо сказать, спектакль очень интересный. Нет, нет, конечно, всю осень доносятся. Мои подруги ходят мне, пишут какие-то свои впечатления. Все бегут туда. Тимофей Трибунцев. Да, его показывают какими-то блоками. Конечно, Тимофей Трибунцев – один из актеров, самых интересных актеров нашего времени, которого тоже мы пока, ну, как бы, не можем оценить как до конца реализованного и востребованного. Сейчас он получил эту фантастическую роль. Ну, потому что вот я его увидела у Бутусова в «Короле Лиреуме», которого привозили сюда в прошлом декабре. Здесь показывали в Риге. Ну вот, давайте мы будем закрабляться. Никто нам не позвонил. Но пишите нам, пожалуйста, комментарии. Новогодние выпуски. И в Фейсбуке, пожалуйста, да. Пишите ваш любимый спектакль 2019 года. Где бы вы его не видели – в Москве или в Латвии, или в Литве, или в Эстонии, может быть, не знаю, в Европе, в любом европейском городе. Потому что вот мое, кстати, впечатление последнее, новогоднее практически, да. Я, наконец-то, посмотрела Ричарда Третьего Астер Майера. Астер Майера, да. Которому уже много лет, этому спектаклю. Но он на меня произвел еще более сильное впечатление. Мне понравился гораздо больше, чем Гамлет. Это удивительно вообще. Хотя это вроде как такая немножко диалогия у него получилась, да, с актером Ларсом Айдингером в роли Гамлета и потом в роли Ричарда Третьего. И там очень много похожих вещей используется, потому что там был торф, тут песок вместо сцены. Какие-то, ну, монологи очень интересные, которые обращены в зал. Но в Берлине это смотреть фантастически, потому что у них… Ты в Берлине смотрел? Нет. Там построен зал, как Екатерининский такой. Ты сидишь ярусами, ты сидишь вот как по кругу, и у тебя актеры находятся на одинаковом расстоянии с каждым. Это такой круг, который замкнут в этом театре в Шаобе, но там есть одна часть, которая такая, от старого кинотеатра. И это, конечно, удивительное зрелище. И, конечно, Ларса Айдингера фантастический артист. Да, вот я тоже хотела сказать, что это надо повторять. Когда мы можем смотреть спектакли с участием выдающихся артистов, почему? Это очень талантливые люди, очень талантливые люди. Вот мы называли «Трибунцев», например, или Анатолий Белый играет в спектакле «Серёжа». Хочется идти и смотреть ещё и ещё раз эти спектакли. Этого артиста, да. Потому что ты можешь видеть работу этого артиста. И вот Ларс Айдингер, да, которого, может быть, широкая публика знает только по участию в скандальном фильме «Матильда». Прекрасный, невероятный. Нет, у него был ещё американский опыт. Ну, были у него, да, кинематографии. И в фильме «Вавилон Берлин» сериал. Да, были, но всё-таки вот то, как он работает в театре, это удивительно. Это то, что надо видеть. Понимаете, вот мы смотрим каждый вечер на закат, да? И он каждый раз разный. И он каждый раз разный. И каждый раз, когда ты смотришь… Хорошего, выдавающегося артиста. Артиста, актрису в каком-то очень качественном спектакле, ты можешь смотреть это раз и ещё, и ещё, и ещё раз. Ну, как вот я смотрела несколько раз «Медею» с «Гуной Зариной». И каждый раз это новый спектакль, каждый раз это новый поворот. Но «Гуна» вообще удивительно. Я как раз смотрела эфир, когда она была здесь. И это тоже был, конечно, мини-спектакль. Но «Талантливые люди» прекрасны. Я напомню, что я очень горжусь тем, что мы здесь делали спектакль с её участием на базе русской пьесы Михаила Дурненкова. «Война ещё не началась». Немножко прорекламирую этот спектакль, который идёт редко. И это жалко, потому что «Гуна» теперь занята в «Белом вертолёте», который играет с блоками, он отнимает много сил и времени. И у неё студенты ещё. Плюс ко всему, студенты Алвеса Херманиса, с которыми в этом сезоне можно посмотреть несколько спектаклей в Новом Рижском театре. И об этом я вообще потом ещё поговорю, потому что мне очень интересна тема, которую заявил Алвес Херманис на этот сезон. Такое ощущение времени, изменений, внедрения новых технологий в наши человеческие отношения. И он об этом заявил и в «Белом вертолёте», и продолжил. Потом я посмотрела спектакль со студентами новый альбом «Бетлов». И третий спектакль, который он сделал в этой истории, я ещё не посмотрела, но это у меня впереди в обязательном порядке, потому что мне очень интересно, куда он идёт, куда он движется с этими вопросами, которые он задаёт саму себе и нам. То есть это спектакли, которые задают вопросы, они скорее даже не отвечают, а их задают. Ты ходишь потом несколько дней и думаешь, что это, о чём, как, а почему внутренне там могут быть какие-то несоответственные совпадения, но это очень... Любопытно, что он это делает именно со студентами. Это очень здорово и важно. Почему? Он заявил это в «Белом вертолёте», где Барышников, Знотинж и Зариня. Ну, конечно, всё меняется сейчас, мы это знаем. И театр меняется тоже. И театр меняется. Классно. Главное в театре остаётся, извините, время нам уже... Мы ушли вообще почти на час, но я думаю, что это очень крутой разговор. Юль, спасибо большое. Я очень рада была. Да, мне прям... Давно мы так не разговаривали с кем-то из того времени, из моего бывшего. Но театр остаётся самым главным. Театр остаётся местом для эмоциональных переживаний, для того, чтобы можно было рефлексировать и на исторические, и на социальные темы, и на темы художественные. И самое главное, что есть в театре, мы упомянули барокко. Мы сейчас скажем о том, что, конечно, билетов нет, но тут будут показаны три спектакля, три показа спектакля «Аутсайд» Кирилла Серебренникова, который сделал это для Ориньонского фестиваля этого года. Это тоже событие прошлого года. И самое главное, чтобы это было, конечно, художественное, художественно исполненное произведение на сцене. Без этого это невозможно. Это должно иметь художественную, артистическую форму. Актёры, которых мы очень любим, режиссёры, сценографы, с Новым годом вас и новых всем зрителям впечатлений. Спасибо. Спасибо.